С 1 января текущего года налоговые агенты должны предоставлять справки 2 НДФЛ по новой форме. Куда именно нужно сдавать отчетность, в какие сроки и что будет, если не предоставить сведения по НДФЛ вовремя, расскажем сегодня. Сдавать отчеты по НДФЛ в инспекцию налоговые агенты должны по двум формам. 6 НДФЛ, в которой отражается обобщенная информация по всем физическим лицам об исчисленном и удержанном налоге на доходы, а также 2 НДФЛ. Такая справка содержит информацию по итогам года. Подавать ее нужно отдельно по каждому физлицу, которому налоговый агент выплачивал деньги. Справки могут быть с признаком 1, 2, 3 или 4. Справка 2 НДФЛ с признаком 1 предоставляется по каждому физическому лицу в качестве ежегодной отчетности. Если нужно сообщить налоговую инспекцию о том, что налог удержать невозможно, то нужно подать справку с признаком 2. Правоприемник, который подает такие документы за реорганизованную организацию, указывает в таких справках признак 3 или 4 соответственно. Сдавать справки 2 НДФЛ и расчеты 6 НДФЛ налоговый агент должен в инспекцию по месту своего учета. И обязательно в срок. 6 НДФЛ за первый квартал, полугодие или 9 месяцев не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом. За год не позднее 1 апреля следующего года. А срок сдачи справки 2 НДФЛ зависит от того, какая цифра стоит в поле признак. Если в поле признак стоит цифра 1 или 3, сдать справку необходимо не позднее 1 апреля года, следующего за тем, в котором человек получил доход. Если 2 или 4, то не позднее 1 марта года, следующего за годом выплаты дохода. В том случае, если дата выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, срок представления переносится на ближайший рабочий день. Подавать отчетность по НДФЛ можно как в электронном виде, так и на бумаге. Последняя форма приемлема, если доходы от налогового агента в течение года получили не больше 25 человек. Не предоставите необходимые сведения в инспекцию вовремя, заплатите штраф. Если не предоставите вовремя расчет 6 НДФЛ, то штраф составит 1000 рублей за каждый месяц просрочки. За каждый документ, в котором указаны недостоверные данные – 500 рублей. За несоблюдение способа предоставления расчета санкции составляют 200 рублей. Штрафы от 200 до 500 рублей грозят налоговому агенту и в том случае, если он допустит нарушение при подаче в инспекцию справки 2 НДФЛ. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте закон. Редактор субтитров А.Семкин